Сами студенты признают, что частые гости этого магазина. Несовершеннолетние первокурсники не исключение. Вино, пиво и более крепкие напитки долго на прилавке не задерживаются. Во-первых, первокурсники только приезжают с разных городов, да, ну как бы не факт, что все там из Макеевки, Донецка. И ребята, попадая в эту струю, начинают, а пойдем, познакомимся ближе. И пошли, конечно, все начинается через алкогольные напитки, через их распитие. Студент, то ли он пойдет вместо пар сюда, сходит, там себе что-то купит, пойдет отмечать, то ли он пойдет на пары, как говорится, или на какие-нибудь спортивные секции в свободное от учебы время. Официально подросткам спиртное здесь не продают. Есть даже предупреждающая табличка. Однако на самом деле оказалось, что возраст не помеха. Продавец объясняет, что детей за спиртным и табаком приходит много, но эти товары несовершеннолетним здесь не продают. Сегодняшний же случай исключение из правил. Мы постоянно спрашиваем, сколько тебе лет. Все время спрашиваем. Но студенты тяжело очень угадать их возраст. Я рассказываю, можно 21 год и 17. Они совершенно похожи. Я говорю, раз 21 пристаю и не продаю. Говорю, нет, не отпущу тебе. Он начинает приносить мне паспорт, показывает документы. В Донбасской академии строительства и архитектуры уже создана инициативная группа по борьбе с пьянством. Студенты и преподаватели убеждены, что если такие магазины закрыть, то проблема решится сама собой. На этот мини-маркет уже жаловались и городским, и областным властям, и даже обращались в администрацию президента. Надеются, что после сегодняшнего случая у торговцев отберут лицензию на продажу алкоголя и табака. У городских властей в настоящее время нет рычагов для воздействия на подобные роды заведения, потому что лицензия на реализацию подобной продукции выдается областью. В свою очередь мы обратились в настоящее время к представителю Донецкого областного совета, чтобы вынести на сессию областного совета вопрос о запрете продажи таких видов продуктов, в частности алкогольной продукции, сигарет, вблизи учебных заведений. В милиции рассказали, что этот случай не единичный. В прошлом году пять магазинов лишили лицензии. Общая сумма штрафа составила 34 тысячи гривен. Составляется административный протокол, минимальный штраф, который составляет 510 гривен. Последующий он рассматривается в других инстанциях, и данному заведению грозит лишение лицензии, либо штрафных санкций 6800. Студенты, трезвенники и преподаватели отмечают, что решать вопрос пьянства среди молодежи нужно на уровне Верховной Рады. Сейчас в парламенте рассматривают законопроект, после принятия которого торговать спиртным и табаком вблизи учебных заведений запретят. Минимальное расстояние должно быть не меньше 200 метров. Ростислав Сысоев, Владимир Ребриков, Панорама.